А еще одном оружии, которое применяет Россия, в голоде. Производство пшеницы в Украине может не удовлетворить внутренний и экспортный спрос в ближайшие годы, если Россия и дальше будет атаковать продовольственную инфраструктуру и блокировать морские пути. А об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы в Украине Мэтью Холлингсворт на заседании Совета Безопасности ООН. В организации напомнили, с июля Россия 31 раз нападала на объекты по производству и экспорту зерна. Прежде всего в Одесской области, где расположены важные черноморские и дунайские терминалы. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, искусственный голод остается одним из орудий Кремля и не только против Украины, но и против мира. За пять месяцев российская армия повредила 167 объектов портовой инфраструктуры и 7 гражданских судов. Уничтожил около 300 тысяч тонн зерна. Экспорт грузов сократился почти на 3 миллиона тонн в месяц. Но Украина, несмотря ни на что, выполняет свои обязательства. Использует альтернативные маршруты экспорта зерна. Самый эффективный – Дунайский коридор. Украинское зерно также перевозится через хорватские порты. С октября Литва согласовала коридор для транзита зерна в порты Балтии. Кроме того, будет создан новый маршрут через Молдову и Румынию. Россия использует голод как одно из орудий войны с первого дня полномасштабного вторжения. Блокирует экспорт украинского зерна, обстреливает порты и зернохранилища, уничтожает украинскую плодородную землю и превращает ее в поле боя. Эти действия, лишенные какой-либо военной цели, лишь усугубляют глобальный продовольственный кризис. Украина же, несмотря ни на что, пытается не допустить, чтобы Россия разжигала голод во всем мире.